Когда вам не дают роль, которую вы заслуживаете Международный фестиваль керамики под открытым небом В четвертый раз в Крыму мастера гончарного искусства из разных стран рассказывают о своем творчестве И, конечно, показывают его на мастер-классах Смотрите в нашей программе истории тех, кого вдохновило керамическое искусство Они приезжают сюда каждый год и каждый год готовятся к этой встрече В Гаспре, в ландшафтах маленькой фермы, керамисты показывают, чего смогли достичь в своем творчестве Люди из разных стран, из разных регионов, разных собираются и обмениваются опытом Это очень полезно и все участники фестиваля, симпозиума об этом говорят и это понимают Ну, Крым, наша любовь с детства, можно сказать Крым, мы весь исходили вдоль и поперек Естественно, когда нас приглашают в Крым, мы никогда не отказываемся Далее здесь легче? Ну, не знаю, тяжелее, наверное, потому что море близко И хочется на море, больше на море хочется, чем творить И в рамках фестиваля симпозиума керамики мастера получают задание экспромт В этом году, к примеру, нужно было сделать троянского коня Пока готов только каркас, а вот и сам эскиз будущего коллективного эксперимента Здесь этот экзоскелет металлический будет обворачиваться пластами шамота И потом будет обжигаться, ну, будет сфиктура, разумевается троя Некая башня Вот внутри у нас будет конь, фрагмент Вот, и все это будет гореть при обжиге Металл будет давать графичность такую красивую Родилась постепенная идея Конь будет маленький Большой у нас не получился Он и не должен быть Это будет башня с керамическими элементами А здесь внутри будет находиться цветной конь Аккуратненький, красивенький, там, слепленный, пролепленный Вот это все на топку поставим, и будет оно у нас гореть Будет такая вот скульптура Культурный троянский конь В семье Максима из Одессы все началось с деда Который окончил Душанбинское училище Потом учился в Питере И по распределению попал в Донецк Потом мама училась Стала художником, отец стал художником Потом я, еще и сестра Почему керамика? Керамика Она позволяет создать любую форму, с любым материалом работать Можно сочетать дерево, кожу, стекло Все материалы, которые природные, все можно сочетать Сегодня Максим старается не пропускать ни одного пленера Участвует в фестивалях по всему миру Совсем недавно вернулся из Всеволода-Вильва Поселок в Александровском районе Пермского края Там были глицинские керамические заводы Там есть карьер, замечательная белая глина устигумская Вот, правда, от этого завода сейчас одна труба осталась Но, тем не менее, ну, там, да, пленэр, там артель Народные промыслы развиваются Вот, и приглашают для поднятия опыта мастеров Вот они уже третий, какой третий В следующем году пятый раз уже будет проходить у них Ялтинец Александр занимался раньше резьбой по дереву Пока случайно не попал в керамическую мастерскую Проходил мимо открытого мешка с глиной, пласт И вот, просто проходя, ударил И вот, ну, мне очень тактильно это ощущение Такое, вот, как по телу человеческому Очень заинтересовало И потом, вот, при общении, конечно, это невероятное ощущение Так вот оно и все и началось Леонид сразу после окончания училища занялся керамикой Сегодня в его родном городе, в Беларуси Нагончаров практически не обращает внимания Керамисты собственными силами раз в год проводят аналогичный фестиваль Даже не представляю себя в другой пастаси Просто керамика, это не только искусство Это прежде всего хорошие люди То есть все керамисты просто удивительные люди Я так рад, что меня занесло в эту область Вот, так что отсюда никуда Естественно, Крым связан с Грецией Никто же не будет спорить Вот мы взяли греческую тему для своей работы Это медуза Гаргона Вот, греческий герой Героиня Сложное, мы что-то не ожидали, что будет так сложно Взялись за очень сложную задачу, но вроде бы успели выполнить Главное, чтобы она высохла до обжига Керамика и Крым – слова-синонимы Где, как не здесь, на этой земле, проводить мастер-классы и встречи мастеров? Историческое и географическое подтверждение находим быстро Керамическим производством в Крыму занимались с древнейших времен И античные греки, и особенно в Средневековье То есть находят керамические печи Находят остатки огромных сосудов, пифосов То есть в окрестностях и Ялты, и Гаспар в том числе На мысе Айтадор в частности И это вот такой вот еще стимул для того, чтобы Именно здесь заниматься керамикой Александр Шиханин не просто организатор С керамикой он уже многие годы на «ты» С детства я все время лепил Но в один прекрасный момент засунул руки в глину И вот, вот и вся история Я больше и больше убеждаю, что это один из самых замечательных видов искусства Потому что здесь происходит синтез и живописи, и работы с объемом И для графиков здесь есть место Если есть пленэр для художников, почему бы не сделать его для гончаров Подумал он И четыре года назад начал подготовку к первому фестивалю И мне хотелось сделать что-то подобное в Крыму И вот это первое движение души, которое могло материализоваться В результате благоприятного стечения обстоятельств И вот третий год эти фестивали и симпозиумы проходят на маленькой ферме В этом году здесь все связано с посудой Горшки, кувшины, чайники, тарелки Десятки видов изделий, посвященных именно этой теме Создать предметную среду можно при изготовлении посуды, скульптуры И еще чего бы то ни было То есть это просто некие подпункты, которые Вот посуда или рельеф, или скульптура Которые просто так мастерам легче понять, что от них требуется Не факт, что очень жестко мы привязываемся к этой посуде Именно к такой или иной Просто для удобства В прошлом году мы делали монументальные скульптуры И назвали наш проект «Огни Крыма» То есть это были маяки Ну маяки такие культурологические, в общем-то Вот они, герои того самого фестиваля «Огни Крыма», Которые обжигались особым способом Устанавливалось на подиуме специальном Сейчас вы можете, кстати, на площадке увидеть Тоже мы готовимся к обжигу аналогичных скульптур И эта скульптура заворачивалась термоватой И по сути эта топка, на которой стоит скульптура, она топилась И за счет повышения температуры, за счет термоизоляции Керамика обжигалась как бы за счет вот этого огня За счет расположения на топке Потому что для обжига керамики необходимо тысячу градусов То есть в данном случае мы получаем интересный способ обжига Когда можно монументальные достаточно скульптуры обжигать Не имея больших печей Потому что большие печи для обжига керамики Это, в общем-то, большие энергозатраты Этот проект был зарегистрирован в Книге рекордов Украины Как массовый фестиваль огненных скульптур Каждая из скульптур выполняла пара То есть это в тандеме Так как еще был эксперимент коллективного творчества Маяки, в данном случае маяк мы видим более-менее реалистичный То есть он угадывает свой образ маяка Многие делали более такие образы маяков То есть квинтэссенция маяка Или просто ощущение художников Как вот, что такое маяк чисто идеологический О сложности работы на кончарном круге Поймут те, кто хоть раз сидел за ним Сама технология немногим дается с первого раза Глину нужно чувствовать Для людей кажется издалека легким Надо сидеть, человек берет из глины, чего-то делает С легкостью На самом деле за этим стоит целый процесс обучения И в любой профессии есть трудности, есть легкости Мы видим результат И нам кажется, что это очень здорово Дмитрий Ермола приехал из Харькова Он участвует в фестивале каждый год Моя история с керамикой для меня началась очень давно Я начал лепить еще в юности во Дворце пионеров В Советском Союзе были у нас такие организации Ну, скажем, клубы детского и юношеского творчества Там не было, в общем-то, кончарного круга Но была глина, и мы там что-то лепили Ну, а с возрастом это уже перешло Сначала в хобби, а потом и в профессию Просто керамика настолько интересная вещь, что Один раз, если ее полюбишь, то уже отказаться просто нереально Он с удовольствием рассказывает о технологии работы с керамикой С чего все начинается Необходимо в первую очередь кусок глины, который у нас в работе, отцентровать То есть превратить его в идеальное тело вращение Иначе, конечно же, работать не получится В общем-то, на этом основана вся идея гончарства Гончарства как такового И я сейчас центрую кусочек глины Для того, чтобы с ним можно было работать дальше Я люблю сравнивать гончарство с, ну, скажем, игрой на музыкальном инструменте Вот представьте, что вы смотрите выступление пианиста И кажется, все так просто, он всего лишь попадает в нужные доли секунды В нужные клавиши, и получается мелодия Казалось бы, в общем-то, ничего сложного в этом нет Но человек много лет этому учился Ну, приблизительно то же самое с гончарством Керамика – время затратный и трудоемкий процесс От 18 до 26 часов изделие может находиться в обжиговой печи Мастер же сидит рядом и контролирует процесс Сами гончары объясняют, что бизнес на цветочных горшках и глиняной посуде нерентабельный На этом творческом рынке мало кто зарабатывает Это больше занятие для души Керамики отводилось до недавнего времени Такое не совсем почетное место Потому что, говорят, да это прикладное искусство Да что там такое? Да какие-то горшки, ну разве это искусство? Ну разве это... Вот живопись, да На самом деле керамика, она, как я говорил, имеет больше возможностей И тенденция современной керамики сейчас стать скорее арт-искусством Чем прикладным искусством То есть она все равно остается прикладным искусством Но это все-таки арт-объекты все больше и больше Задача организаторов фестиваля симпозиума Сделать Крым творческой площадкой развития народных промыслов А каждый из этих предметов быта в будущем Может стать частью экспозиции музея керамики Который планируют открыть Я бы хотел, чтобы здесь был музей керамики, к примеру, в Ялте Потому что у нас, кроме всего прочего, в архивах музеев Хранится большое количество средневековой керамики, античной керамики И это та энергия, которая заложена в этой земле Ну а для чего искусство? Искусство, в общем-то, если анализировать глубоко, оно, в общем-то, не для чего Но без музыки, без живописи, без керамики Как вот людям жить? Да, творчество, просто удовольствие Ну, когда ты делаешь любимую работу, то есть это удовольствие Мы счастливые люди, мы делаем работу, которую любим Очень мало людей на земле таких Субтитры создавал DimaTorzok